Глиняные кувшины, вазы, горшки – неотъемлемые детали модного интерьера. Во-первых, экологически чистый материал, а во-вторых, красиво. А когда вы еще делаете это сами, то приятно втройне. Мало кто знает, что гончарному делу можно научиться прямо в центре Минска под руководством профессионала Дмитрия Пономаренко, потомственного гончара. Белая глина добывается на юге Беларуси. Вот залежи есть в районе Пинского. Вот оттуда беру глину, перерабатываем и выкручиваем разные изделия. Плюс белой глины, то, что рисунок на ней ложится, как на чистом листе бумаги. Красную же глину применяют для изготовления посуды. Сегодня в моде стиль кандри, поэтому набор керамической посуды станет стильным дополнением вашего интерьера, особенно на даче. Но и не только. Например, молодожены в день свадьбы приезжают сюда и создают сосуд счастья, который будет оберегать их дом всю жизнь. Обряды проходят в пятницу и субботу. Жених с невестой приходит, им, допустим, вот на эту станкетку ставится, порошок, и вот в этом промежутке они пишут, что им захочется. А вы покажите? Давай ты попробуешь. Так как у нас съемки программы, а не свадьба, то я написала «Доброе утро, Беларусь». Я давно мечтала научиться гончарному делу, делать вот такие замечательные вазы. Поэтому после мастер-класса от Дмитрия я сразу же приступила к делу. Ощущения очень приятные. Так концентрация в то же время расслабляет, потому что глина, она забирает все отрицательную энергию. Руками держишь глину и выкручиваешь форму, а ногой нажимаешь на педаль газа. И поехали! Главное – почувствовать глину и смачивать все время руки водой. Но нужна и художественная жилка, чтобы придать красивую форму сосуду. Для белорусской керамики характерны простые формы. Надо лишь освоить несколько приемов. Пять минут и готово вот такое произведение искусства. Конечно, без рук мастера дело не обошлось. Затем следует 12-часовой обжиг и нанесение натуральных красок. Можно специально состарить сосуд, натерев его гуталином. Керамические изделия – красивая и полезная деталь вашего интерьера. А главное – так интересно делать это самому.